ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Приветствую. Привет. Куришь? Да. Имею пристрастие. Водку пьешь? По праздникам. Сегодня праздник, кстати, в России. Знаешь какой? В России православный. Ну, а ты, кстати, из какого города? Урал. Слушай, нет, сегодня праздник в России. Пасха, если ты имел в виду Пасху, она была вчера. А сегодня какой праздник, знаешь? Понятия не имею. Ну, седьмого числа, седьмого мая. Какой праздник? Я понятия не имею. Седьмого мая? Да. Понятия не имею. Сегодня инаугурация вашего царя. Чего я понятия не имею? Всем насрать. На царя на вашего? Я бы не сказал. У нас президент называется. Ну, слушай. Официально-то да, но по сути-то ведь он царь, согласись. Нет, официально он президент. Ну, президент, он все-таки прислушивается там к парламенту, к конгрессу. А царь ему пофигу. Он единоличные решения принимает. Нет, это уж не так. Что? У нас не так законы принимаются. У нас он только подписывает. А принимается у нас Совет Федерации и Дума. Это законодательная власть. Это разное. Да, но прежде чем законодательная власть ее примет, он им говорит, что принять. Ну, в осяком случае, об этом нам не говорят. Да, ну, слушай, ты же прекрасно это знаешь и все это знают. Мне вообще без разницы. Вообще без разницы, как они там что рулят. Вообще плевать. Слушай, а почему? Вот смотри, ты живешь... Ты на Урале в большом городе живешь или в маленьком? Да, я в большом городе живу. Ну, типа Екатеринбург или Челябинск? Нет, не миллионник. Оренбург? Это намного южнее, я севернее. А, ты в Кургане живешь. Курган намного на восток, южнее. Нет, севернее гораздо. А, подожди, может, Магнитогорск? Это все на восток, я тебе говорю, по Уралу на север. Ты уже на восток далеко зашел. Ну, давай, скажи, не томи меня. Ну, так давай, Урал, Урал. Ну, давай, говори, не томи. Ну, ты же знаешь, где Урал, примерно регион. Ну, я знаю, где Урал, но я, ну, что-то вот, не могу вспомнить какой-то. Урал, он идет от Казахстана до Новой Земли. Да я знаю, где идет Урал. Я говорю, города не могу вспомнить, которые там на севере, блин. Ну, подожди, ты имеешь в виду, где-то, ну, в районе, я даже не знаю. Я не знаю. Давай, говори. Нижний Тагил, блин. Тагил, Тагил, блин. Как я сразу не догадался. Не знаю. Точно, Тагил. Слушай, жалко, жалко, что наша Рашка уже не идет, да? Вообще плевать. Я не смотрел ее, мне не нравилось. Не, ну, прикольно же было, как издевались над Рашкой артисты. Че они издевались, в принципе, че ты про че ты? Ну, издевались над тем, ну, над правдой. Над чем? Над какой правдой? Ну, над той, что из себя Раша представляет. Что она представляет из себя? Ну, слушай, ты же знаешь, посмешище представляет. Да, рассказывай мне. Ну, а ты не знал, да? Слушай, а ты на работе сейчас, да? Нет, я в гараже. Я с работы только приехал. А, подожди, а у тебя же раннее утро, как ты с работы приехал? Ну, у меня так работают. У тебя ночная смена была, да? Ну, у меня вообще не посменно. Я могу прийти в любое время на работу и в любое время уйти. А кем ты работаешь? Ну, поезда вожу. Ты машинист, реально? Да, да, да. Или помощник машинисту? По возрасту не видно? Не, подожди, то есть ты настоящий машинист? Почему настоящий? Самый что ли на есть? А водишь какой паровоз? Кукушку, нет? Что такое кукушка? Или дальнего следования? Ну, кукушка, маневренный паровозик вот этот маленький, который расталкивает. Нет, паровозик вообще сейчас только ретро-поезда водят. Ну, я когда говорю паровоз, ты же понимаешь, что я имею в виду тепловозы. Не придирайся к словам. Есть электровоз, есть тепловоз. Я на любом локомотиве езжу. Я универсал. Тепловоз, электровоз. Они, по-моему, все сейчас и тепловозы, и электровозы. Так они, смотря какой вид тяги. Ну, да. Если есть провода или нету, понятное дело. Так ты на какой водишь? На любом. Сейчас ты какой водишь? Я сегодня один поезд веду, завтра на тепловоз, и послезавтра электровоз. Да ну, серьезно? А что тебя кидают с одного на другой? А вообще без разницы, какая разница. Я думал, за тобой закрепили один паровоз, и ты там уголек подкидываешь, знаешь, как уголь кидать правильно. Там на угле ничего не ездит. Ну, паровозы же на угле ездят. Кто, паровозы? Да. Так я тебе говорю, они только... А до этого на дровах. Ты хочешь слышишь, ты слушаешь? Какие паровозы? До этого на дровах они ездили. На дровах паровозы не ездили? Ездили до угля, на дровах ездили. Ты не знаешь этого. Господи, до угля еще. А на угля на лошадях ездили. Да, да, конки были, помнишь, трамвай на лошадях, да, по рельсам, согласен. Паровоз на дровах никуда не уедет, только сам себя увезет, дай бог, потому что отдельно теплоотдача слишком маленькая. Я согласен с тобой, согласен. Согласен. Сейчас тепловозов нету, сейчас только тепловозы на соляке. Уголь сравнить нельзя. Уголь сравнить нельзя, это правда, по теплоемкости, которые, энергии, которые они выделяют. Слушай, а ты, сколько на тебе человек, сколько ты убил человека? Убил? Да. Одного. Одного ты сбил за сколько лет ты на паровозе ездил? За всю жизнь. И ты всего одного человека убил? Угу. А сколько животных убил? О, собак немерено. А коров? Корову ни разу ни одну убивал. Кобылу один раз на мосту догнал. Кобылу. Ужасно. Ничего ужасного, это жизнь. А собак много, да? О, собак еще есть вообще. А кошек? Кошки слишком мелкие, чтобы на них внимание обращать. А курицы? А где курицу можно найти? Я последний раз курицу видел, я уже не помню, лет 30 назад или 40. А, ну да, да, у вас же проблема и с курицей, и с яйцом. Не, у нас свои яйца и курица, все свое. И что, паровозы их не давят, да? Они же у нас по городу бегают, да, эти? Курицы стоят. Херни какую-то, вроде же, вы взрослые мужики. Да мне интересно, что ты, блин, сразу... Откуда курицу на улице, ты вообще подумаешь? Я говорю, курицу лет 30 назад видел в последний раз. Курицу выпускают, чтобы она камешками попиталась. Знаешь, курицы, чтобы... Куда выпускают? На улицу. А у вас не выпускают, да, курицу? У нас нет куриц. А, у вас сожрали всех куриц на Урале? Мы в городе живем, ну, ручок. А, у вас нету куриц, понятно. У нас нету куриц, да. То есть вы питаетесь кошками и собаками, да, убиенными? Да, конечно. Какую-то чушь, ты говоришь, ты вообще меня и меня... Да ладно, слушай, что ты это самое... Да ладно, я... Что ты мельтешишь? Так ты в гараж пришел, да, ты говоришь? Да, да. А что ты бухаешь зеленое такое? Что это, тархун, что ли? Да, кстати, угадал, тархун. Вот видишь, ты даже не знал, что ты бухаешь, а я знаю. А ты мне будешь еще про паровозы рассказывать. Я тебе все еще расскажу про паровозы. Ты с чего взял, что я бухаю? Ну, тархун-то ты бухаешь. Это бухают? Ну, да. Ну, тархун-то бухаешь. Убери, засмотревает камеру. Бухает, наверное, алкоголь. Слушай, а вот как ты думаешь... А это не алкоголь. Так что ты вернись тебе, подожди, ты что такой пиздобол-то? Чего я тут бухаю? Тихо, ну не ругайся матом, давай без мата. А что ты тут начинаешь-то тут чушь какую-то говоришь? Сам сказал чушь, короче, в это поверил, и дальше давай тема связи. Ну, чувак, чувак, ну успокойся. А что ты хочешь, чтобы я сейчас сказал тебе? Сказал, извини, ошибся. За что, за что? Я сказал, ты бухаешь тархун, я ж честно сказал. Я не бухаю, тархун-дурак, блядь. Я пью, блядь, газировку, тархун называю. Так это и есть бухаешь тархун, пить, а бухать это синоним. Ты кофе бухаешь? Да. Не, кофе я не пью, кстати. Не, я чай пью. Чай бухаешь, да. Чай бухаю. Я чай бухаю. Бухаешь чай? Бухаю чай. Поздравляю. Бухай дальше. А ты бухаешь тархун. Что ты сразу мельчишишь? Обиждаешься. Обиженный такой, слушай. На обиженных воду возят? Вот. Ты же на паровозе работаешь и обижаешься. Зачем? Не надо. Во-первых, я на паровозе не работаю. Я ж тобой по-доброму обращаю. Я тебе по-доброму объясняю. Нормально общаюсь с тобой. А ты пылишь, блин. Чего ты пылишь? Успокойся. Лучше расскажи мне, почему у вас везде отменили этот самый бессмертный полк? Как ты думаешь? Почему на 9 мая у вас бессмертный полк не пойдет? Понятия не имею. А я тебе могу рассказать, интересно тебе? Мне вообще без разницы. А, тебе пофигу на бессмертный полк, да? Вообще. Я не ходил туда. То есть ты не патриот, да, вообще страны свои? Что значит патриот? Патриот это тот, кто радеет за родину, поддерживает правительство, власть свою поддерживает. Ты такой или нет? Ну, я не такой. Мне пофигу какая власть. А, ты не патриот. Я при любой власти проживу. Не, не, я понимаю, смотри. Тебе пофиг какая власть, потому что ты приспособишься под любую власть? Или ты все-таки согласен гнобить любую власть? Я не хочу ни почем. Я живу, как я живу, в своем удовольствии. Мне плевать какая власть. Слушай, а если, смотри, твоя власть руками твоих сограждан убивает людей в соседней стране, тебе на это тоже плевать? Не, юридически это немножко не так. А как? Практически это так, а юридически не так. Хорошо, а как это юридически? Числа где-то, наверное, 21-го, 19-го, 20-го февраля. Путин признал Донецкую республику, и эту, и Луганскую, что 8 лет не делал. Признал, заключил в этот же день договор о дружбе, сотрудничестве, военном туда-сюда. Так. А потом начали ебашить Донецк. Не ругайся, Март. Подожди, ты хочешь сказать, что он согласен... Юридически все чисто. Юридически все... Нет, я тебя хочу огорчить. Мне не надо огорчать, я не огорчаюсь, мне плевать. Нет, нет, я тебя могу огорчить, что ты сейчас не прав. Ну, может, я тебе... Да как это не право, это было два года назад. Я что, не помню, как это было? Нет, я же тебе могу... Ты прекрасно помнишь, как это было. Я же тебе могу рассказать, и ты поймешь, что ты не прав. Давай, я послушаю. Может быть, тебя это, конечно, не огорчит, скорее всего... Давай, давай, я слушаю. Потому что тебе пофиг, но я тебе объясню, сейчас ты поймешь, что я имею в виду. Смотри. Так давай уже не тяни кота за яйца. Ну все, ну... Слушай, ты куда-то торопишься, что ты мельтешишь? Тогда... Не мельтеши, мы с тобой нормально разговариваем. Ну ты будешь говорить или нет? Да, буду, буду, конечно. Значит, смотри, договор был подписан 22 февраля. Возможно, да. И в этом же договоре было написано, что он вступает в силу после ратификации. Ратификация произошла 25 февраля. После того, как вы широкомасштабно напали на территорию Украины. Поэтому ты соврал насчет того, что юридически у вас все на мази. Соврал. Поздравляю вас, гражданин Саврамши. Что это меняет-то? Ну, я понимал и сказал тебе, что тебе это будет все равно пофигу. Что это меняет? Это ничего не меняет. Абсолютно. Ну а что тогда говоришь тебе? Ну, это меняет то, что ты сейчас для чего-то соврал. Либо ты заблуждался. Я не соврал. Может, ты заблуждался. Я не соврал. Но неумышленно-то ведь соврал, по-любому. Ты соврал. А что я соврал конкретно? Что какой там ратификация там прописано? Что ты там сочинял? Открой текст договора и почитай. Да, ага, сейчас я буду открывать. А я открывал, прикинь. Молодец, все, увидел. Ну вот, значит, соврал ты. Увидел, и что? И что поменяло? Что это сменилось-то? Ничего не меняет. Поменяло то, что ты сейчас соврал и боишься это признать. Да я не соврал, я тебе правду говорю, да ты врешь. Ну, открой текст договора, ты убедишься, кто из нас врет. Да мне вообще без разницы. Я говорю, это ничего не меняет. Это ничего не меняет. Я с тобой согласен. В любом случае, ваша сторона агрессор, который является международным преступником. Ой, блядь. И всем похуй. Ну, не ругайся матом, не ругайся. Да мне насрать вообще. Слушай, ты же не сапожник. Ты же машинист, а не сапожник. А ругаешься как сапожник. Ты мне зачем вот это рассказываешь? Мне вообще зачем вот это нужно? Ты мне зачем это рассказываешь? Ну, мы же с тобой тему обсуждаем сейчас эту, правильно? Да мне вообще без разницы, что хотят они там делают. Вот. И ты, ты, ты начал эту тему. Ты сказал, что юридически мы правы. А я тебя ткнул носом. Твою или ложь, или заблуждение. Это я тебе говорю, что ты сочиняешь. Какая ретификация? Что ты сочиняешь такой правильной вообще? Он подписал бумажку, все, в силу вошло. Нет, нет. В договоре есть, когда договор входит в силу. Какой там есть пункт? Там есть пункт, что договор входит в силу после таких-то и таких-то действий. Да, да, да. Которые были совершены 25-го. А напали вы широкомасштабно. 24-го. Широкомасштабно. Это, во-первых. А во-вторых, в 14-м году-то вы же напали изначально и на Крым, и на Донбасс. Ты не знал об этом? А что, в Крыму бои были? А в Крыму боев, как таковых, не было. Какие были? Были несколько жертв. Несколько человек были жертвами. Три, по-моему, или четыре человека. Два. Ну, или три, или четыре. Но это не меняет. Пускай даже один. Пускай даже один. Пускай даже один. Чирокомасштабных боев не было. Но был захват чужой территории. А войска-то откуда взялись? Войска, расскажу тебе, откуда взялись. Значит, часть войск зашла через паромную переправу. Часть прилетела на вертолетах, спецназы и так далее. А подожди, а ПВО где было? А где ПВО было ваше? Да какое ПВО, о чем ты говоришь? А у вас не было ПВО, что ли? Да ну, слушай, какое ПВО? Российские самолеты часто залетают на территории чужих странных, что сразу сбивают, что ли? Нет, конечно. Так вот, но... Я понял, короче, в Крыму не было ПВО, я понял. Подожди, да я закончу. Так я понял, в Крыму не было ПВО, я понял. Они прилетели вертолетами. Да, было хреновенькое ПВО, конечно. Никого не было. Ну, не ори, не ори. Понял, понял, давай дальше. Вертолет, когда летит на Бреющем, то его ни одно ПВО не возьмет, понимаешь? Понятно. А где ваши войска были? Его ракеты не возьмут. Ваши войска где были? Ну, ты же мне не даешь закончить предложение. Так ты так долго рассказываешь, давай короче. Я тебе рассказываю, где были украинские войска. А ваши войска сделали то, что они не имели права. Они с оружием в руках покинули свою часть и блокировали украинские части. Это является по договору об аренде севастопольской бухты. Подожди, подожди, не говори одновременно со мной. Это является вторжением. Это является нападением. Он не знает, естественно, этих элементарных вещей. Но самое главное, он правильно сказал. Он не знает и знать не хочет. Ему это пофигу абсолютно. Я думаю, что он это все понимает прекрасно. Он машинист. Машинисты это не самые, мягко говоря, тупые люди. Машинисты это, как правило, люди с какой-то соображалкой. Для того, чтобы быть машинистом, тем более много лет проработать, надо обладать определенными знаниями, умениями, уровнем сознания определенным. Потому что это довольно ответственная работа. Поэтому я думаю, что все он прекрасно знает и понимает. Но то, что ему все пофиг. Вы знаете, соглашусь. Им всем все пофиг на самом деле. Всем все пофиг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 길 за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!